Сразу после выступления в Аризоне президент США поблагодарил через твиттер 15 тысяч жителей штата, посетивших его митинг, использовав хэштег «Осушить болото» — слоган про Вашингтон, который он применял перед выборами. Кроме того, Трамп опубликовал одну из своих цитат с очередной критикой американских СМИ. По его словам, пресса не только предоставляет платформу так называемым группам ненависти, но и закрывает глаза на такую проблему, как уличный бандитизм, например. Конечно, на это и многие другие заявления президента активно реагировали пользователи соцсетей. Калифорнийский музыкант Микел Джолит пишет, что Трамп атакует СМИ за то, что они рассказывали о том, как он воспользовался поддержкой со стороны враждебного иностранного государства, чтобы победить на выборах. Напомню, что расследование на тему российского вмешательства несколько заглохло в последнее время на фоне других новостей, в том числе внешнеполитических. Общественное радио НПР обращает внимание на то, что в своей речи в Аризоне Трамп зачитал вновь свое первое заявление о беспорядках в Шарлотсфилле, но исключил из него фразу о том, что в них виноваты многие стороны. Политолог Дэвид Роткопф, бывший издатель журнала Foreign Policy, полагает, что Трамп и не перевернет страницу в истории с Шарлотсфиллем, потому что не может сделать это. Тем временем, бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер в эфире CNN назвал речь Трампа в Аризоне возмутительной и устрашающей. По словам Клэппера, действия президента могут стать угрозой национальной безопасности. Я в том или ином статусе работал при всех президентах, начиная с Джона Кеннеди и заканчивая Обамой, но никогда не слышал и не видел ничего более возмутительного. Учитывая полномочия, которые есть у президента, последствия могут быть довольно страшными. Я действительно ставлю под сомнение его способность, его компетентность находиться во главе администрации, и у меня все больше вопросов относительно его мотиваций. Ричард Пейнтер, главный юрист-консульт Белого дома по вопросам этики при Буше-младшем, называет глупой и ужасной атаку Трампа на двух сенаторов-республиканцев от Аризоны в их же родном штате Маккейна и Флейка, хоть он и не назвал их поименно. Однако Джеффа Флейка президент упомянул и в сегодняшнем утреннем твите. По его словам, сенатор занимает крайне слабую позицию на тему преступности и строительства стены на границе с Мексикой. О том, что напряжение в отношениях президента с республиканцами нарастает, свидетельствует и его трение с лидером большинства в Сенате. Митча Макконнеллом. Нью-Йорк Таймс пишет, что Трамп уже несколько недель не общается с Макконнеллом, который в личных беседах ставит под сомнение шансы Трампа сохранить президентство на фоне раздирающих его администрацию скандалов. Сегодня Трамп вновь написал, что сенаторы-республиканцы должны избавиться от так называемого правила Филибастера и перейти к принятию законопроектов простым большинством, если они не хотят работать вхолостую. Этот твит Трамп, судя по всему, опубликовал уже по пути из Аризоны в Неваду, где он примерно через час должен выступить с речью на национальном съезде организации ветеранов боевых действий «Американский легион». Впрочем, и там, в городе Рина, президента встречают протестами. Местная пресса приводит название как минимум десяти организаций, которые участвуют в акциях от прогрессивных демократов до союза рабочих семей Северной Невады. Одной из главных политических тем США...